6 июня в Национальной библиотеке имени Пушкина считается нечто большим, чем просто цифра в календаре. Ежегодно в этот день сотрудники библиотеки проводят фестивали и флешмобы, которые приурочены ко дню рождения великого поэта. В этом же году, помимо традиционного торжества, свою награду получили мордовские издатели. Республиканский конкурс «Лучшая книга года» проходит уже во второй раз. Участие в нем приняли 130 книг конкурсантов, и только 13 из них стали победителями. Самой юной победительницей стала Ульяна Арсеньева. Свою первую книгу «Сборник стихов «Бабочка на булавках» она опубликовала в 17 лет. И за нее же получила свою первую награду как писатель. Ульяна говорит, что через творчество она познает мир и саму себя. Именно поэтому иллюстрациями для сборника стали ее же фотографии. Пару советов юная поэтесса дала таким же начинающим авторам. Я могу пожелать только писать, писать, писать как можно больше, поскольку даже если ранние тексты вам не нравятся, то в скором времени вы станете понимать, что с процессом написания текстов приходит и прогресс, и вам уже скоро начнут нравиться ваши стихотворения. И, наверное, не бояться каких-то экспериментов, поскольку именно в эксперименте в поэзии мы становимся смелее и наше творчество становится смелее. С созданием книги Ульяне помогала ее семья. Николай Арсеньев сегодня пришел не просто поддержать свою внучку, его тоже наградили. Книга «Финоугорский мир. Опыт системного анализа» стала победителем в номинации «Лучшая научная и научно-популярная книга». А вот Дмитрий Фролов взял количеством. Книга «Саранские горожане 17 века» победила сразу в двух номинациях. Среди мордовских издателей никто не забыл про день рождения Александра Пушкина. Его стихи на сцене звучали даже на мордовском. Для тех, кто не знает, прозвучало стихотворение «Я вас любил». Однако не знать стихи Пушкина на мордовском еще простительно. Мы же выяснили, как хорошо местные жители помнят его строчки на русском. Некоторые задания справились на отлично. Вы знаете, что сегодня отмечается Пушкинский день? Да. А можете продолжить его стихотворение «Я помню чудное мгновение». Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. У кого рядов зеленый? Батает цепь над убитом и днем и ночью. Стоит без окон, без дверей. В целом стихотворение школьной программы помнят многие. Но вот отличить пушкинские произведения от лермонтовские смогли лишь единицы. Вы в курсе, что сегодня отмечается Пушкинский день? К сожалению. А можете продолжить его стихотворение? Скажите, дядя ведь не даром. Москва спаленная, пожаром французы отдана. Так были схватки боевые, да говорят еще какие. Не даром помнится Россия про День Бородина. А можете, пожалуйста, продолжить его стихотворение? Билет, парус одинокий. Ну это Лермонтов. Приветствую тебя, пустынный уголок. Приют спокойствия, трудов и вдохновения. Где льется дней моих невидимых пагодов. Вони счастья и изобрения. Арина Мелешкина, Александр Зюзяев. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok